Проходя испытания, наши герои учатся быть сильнее и мудрее для того, чтобы поддерживать других. Я родилась и выросла. Я родилась и выросла в маленьком провинциальном городке. Население всего 14 тысяч человек. Обычная семья. Папа-водитель, мама-медсестра. И я думаю, что вы знаете, что в провинции благоустроенных домов крайне мало. Согласны со мной? Так вот, так было и у меня. Все детство мы прожили в доме без удобств. Вообще без удобств. Представляете? И это не то, что когда душа нет или ванна нет. Это когда зимой. Тебе нужно в туалет сходить. А ты встаешь и одеваешься так, как на лыжах покататься. Я часто по этому поводу плакала, и я не соглашалась так жить. И тогда мне казалось, что вот эти вот ванные комнаты, теплые санузлы, они только у богатых. И вот именно тогда, в детстве, во мне зародилась настоящая моя мечта. Вот настоящая, которая я верила, которая вела меня по жизни. И это мечта стать богатой. Купить себе квартиру со всеми удобствами. И переехать в большой город. И что я только не делала. Только знали. Я и с 12 лет работать начала. Я и два высших образования получила. Вот смешно, но я даже замуж вышла за человека, у родителей которого был теплый туалет. И я устроилась на престижную работу. И подумала, ну вот же оно счастье-то. Ну должна же вот я вот сейчас-то стать богатой. В конце концов. Но не тут-то было. Пять лет. Я проработала в администрации района муниципальным служащим. И однажды я попала на тренинг по продажам. Как я туда попала? Ну, вы меня не спрашивайте. Я не знаю сама. Я попала на тренинг по продажам, где услышала ключевую фразу, которая раз и навсегда изменила мою жизнь. Запоминайте. Самый богатый человек в мире – это хороший продавец. Если вы эту фразу не знали, записывайте прямо сейчас и запоминайте. Хороший продавец – это самый богатый человек в мире. И вот эта фраза как жетон в меня упала. И я решила, надо срочно что-то менять. Конечно, в первую очередь поменяла работу. Я перешла с администрации на мясокомбинат менеджера. Позвык, я думаю, вот, блин, колбасу сейчас буду продавать. Буду самым богатым человеком в мире. Да, да, да. Но вы же знаете, что в найме деньги всегда ограничены. Что нет там свободы денег. Денег постоянно не хватало. Я искала дополнительные источники доходов. И вот так я решила зарегистрироваться сразу в три сетевые компании. Для того, чтобы собирать заказ сразу по трем каталогам. Заказы я собирала большие, легко, быстро. Я ж продажи-то вообще полюбила. Я ж понимала, кто такой хороший продавец. Да и вообще, не знаете, мне тогда на минутку казалось, что чем больше у меня разновидностей каталогов, тем больше я заработаю. Только поднимите руки, если тут у нас такие. Наверняка есть кто до сих пор думает, что я и тут, и там. Вот видите, да, есть такие люди. В 2007 год мне предлагают зарегистрироваться в четвертую компанию. Я думаю, ну четыре больше же, чем три. Думаю, ну все, регистрируюсь в четвертую компанию. Легко, быстро собираю заказ. И с первым заказом выхожу на первую ступень маркетинг-плана. И тут-то приезжает на старт и говорит, ты можешь зарабатывать больше, если будешь работать в одной компании. Если оставишь один каталог, будешь собирать заказы по одному каталогу. И не только собирать заказы, но и приглашать людей. Приглашать? Кого приглашать? Куда приглашать? Вообще зачем? Ну как это сделать? Если с продажами у меня было все предельно ясно, то с приглашениями, ну как-то не сразу. Но позже до меня дошло, что приглашение, приглашение в бизнес, это ведь та же продажа. Только продажа не продукта по каталогу, а продажа встречи, продажа наставника, продажа идеи бизнеса. И вот когда я это поняла, меня было уже не остановить. Вот это и было начало моего бизнеса. Я не умолялась. Нет, 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 нет. Будучи в знании, я закрываю статус директора, статус серебряного директора. Вы такая важная. Ну хорошо же. Есть такие в зале у нас вот совмещаю. Как хорошо, можно же совмещать тут зарплата, там зарплата. И вот это вот, в это состояние тут зарплата, там зарплата. И я попалаш на два года. Ну хорошо же, стабильность же. Страшно же уволиться из найма. Но знаете, на двух стульях долго не усидишь. Наш бизнес по-настоящему дает отдачу только тогда, когда ты в него веришь. И когда ты его выбираешь. И вот я помню, как я сделала свой выбор. В один год я получила от компании сразу несколько подарков. Это был квалификационный бонус. Это было незабываемое путешествие в Словению и Италию. Это было кольцо с бриллиантами. И это была норковая шуба. И вот я-то я домой с этой норковой шубой в обнимку, в поезде. И думаю, ведь за 10 лет, за 10 лет найма кроме зарплаты я там ничего не получала. И нет в найме никаких подарков. И нет в найме благодарности. И нет в найме столько признания. И вот именно там, в поезде, я поняла, что трачу себя не туда. И я принимаю твердое решение приехать, уволиться и никогда, никогда не возвращаться в найм. Ох, сколько энергии, сколько огня во мне появилось. Увольнение и фокус на одном направлении дают невероятное количество сил. Это вы понимаете? Это как набор из крана. После увольнения работа закипела так, я работала 24 часа в сутки. И уже в то время я понимала, что масштабный бизнес это всегда бизнес широкой географии. Я беру машину в кредит. Я еду по соседним городам. Я открываю один за другим пункты выдачи. Моя структура растет как снежный ком. Мои продажи, мои продажи взлетели так, что мой личный объем был 2200, 2300 баллов. Появились лидеры. Появились лидеры не только из соседних районных центров. Появились лидеры из соседней республики. Республика Мариел, город Йошкарала. 14 лет назад я туда приехала первый раз провести структурное собрание. Я там до сих пор. Именно там, 10 лет назад, я смогла реализовать свою мечту детства. да, я купила там квартиру в центре города, в элитном новом доме. И знаете, знаете ли, что там в этой квартире в своей в первую очередь сделала? «Да, да, 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 утром. Это ремонт в ванной комнате. Я всю ванну обставила от шведей». И вот когда я первый раз лежу в своей ванне, я не просто плакала, я глядала от счастья. Вот еще эта зона комфорта. Зона комфорта. Я думаю, вы знаете, что такое зона комфорта. И я знаю. Подтвердила звание бриллиантового директора и пошла в эту зону комфорта. Купила новую квартиру в элитном ЖГА, сделала красивый ремонт, создала уют и начала аж по 7-8 раз в год путешествовать. Не жизнь была, а сказка. А в это время у нас в Казахстане очень активно начали развиваться онлайн-структуры. Мне мои лидеры со всех сторон говорили, а у них так, а у них вот так. Люба, давай быстрее, нужно нам что-то делать. Я начала срочно изучать интернет-технологии, чтобы от них не отставать. И в тот момент, когда я не смогла дать команде онлайн-тех инструменты, они решили, что наставник плохой. Они же хотели от меня волшебную кнопку, а волшебной кнопки да нет, вы же понимаете. и тут еще начинается пандемия. Через некоторое время я просто чувствую, что у меня в структуре в директорском чате что-то происходит не то. Тишина. Начинаю мне снять, а оказывается, что один директор, это моя вторая линия, от меня, нашла другую компанию, обзвонила всех моих директоров и сказала, что там есть готовые онлайн-инструменты. Ну вот та самая заветная типа волшебная кнопка. Разослала ссылку за вход, для входа. И все, все мои директора практически уже там. Там уже создан свой чат. Чаты кипят, шумят, а у меня тишина. И знаете еще что? Представляете, мои же директора мне звонят и говорят, любовь, а вы что еще не там? Давайте скорее идите к нам. Так что я отвечала, нет, конечно. Если даже один директор останется у меня в структуре, я буду здесь, в компании Фаберлик. Потому что это большая ответственность. Когда вы приглашаете людей, говорите, как здесь классно, как здесь здорово, что здесь компании зарабатывают, становятся успешными. И компания Фаберлик, компания номер один в мире. Фаберлик сбывается в семечке. И сбылась моя мечта детства. И вот я лежу такая, такая лежу в ванной, орхидеи, пена, все хорошо, все классно. Но лежу и думаю, а кто я вообще? Я ведь в Фаберлик тогда была еще только старший директор. Да, структура была большая, лидеров было много, но статус-то был всего старший директор. И я начала искать ответ на этот вопрос. Как же получить новый статус? Как же сделать так, чтобы мои лидеры выросли, чтобы стали директорами? Так я оказалась во Владимире, на драгоценной мастерской. Было очень много там тренингов. Тренинги, кстати, были очень интересны, проводили драгоценные директора. После одного из тренингов я подхожу к Рощиной Галине Ивановне. Если вы есть здесь, большой вам респект. К Рощиной Галине Ивановне и спрашиваю. А, даже не спрашиваю, я начинаю ей жаловаться. Ну, знаете, все сидящие в зале, наверное, умеют так жаловаться. Вот жаловаться. Вот у меня структура платит в среднем тысяч баллов. Вот я до сих пор старше. Вот мои лидеры, да вот они ничего, никуда не выходят, сидят на двух тысячах. А я вроде для них и это, и то, и что им еще надо-то внимательно меня выслушала. Галина Ивановна очень внимательно посмотрела на меня и сказала на слова, которые изменили мой бизнес. Если твои люди не растут, значит, ты их недостаточно любишь. Первая реакция, я была не такой. Я начала спорить. Да как же не люблю? Да я же постоянно им об этом говорю. Я постоянно подарки дарю, структуре акций провожу. Все вроде бы для них делу, а они... И тут она меня останавливает и говорит, убери слово они. Нет такого слова в нашем бизнесе, в команде. Есть слово мы, и есть ты, от которого зависит все. По дороге домой я остыла, начала анализировать. А что же на самом деле происходит? Мне казалось, что я правда девчонок своих очень люблю. Я часто об этом говорила. Девочки, я вас так люблю. Я старалась как-то всегда мотивировать, вдохновлять, что-то привезти, что-то подарить, какую-то акцию запустить. Но вы понимаете, как оказалось, любовь это совсем не пропадает. Убери слово они. Именно эта фраза заставила меня остановиться, задуматься и взять всю ответственность за то, что происходит в моей структуре на себе. Я ведь оказалась права. Я ведь оказалась права. Не прошло и несколько месяцев, как мои лидеры стали возвращаться и вставать на свои места. Но теперь уже я думала, а как дальше с ними работать? Ведь кому-то уже не было доверия. я создаю новый директорский чат и начинаю работать по-другому. Но тут в России начинается СВО. Помните, я думаю, это время, когда в компании убрали все акции, когда продукция подорожала, ассортимент уменьшился и опять в чате негатив. Все не так. Я провожу планерки, даю информацию, говорю, главное, не останавливайтесь, все наладится, но меня не слышат. И еще знаете, что они мне говорят? Ну вы же тоже не растете, вы же тоже до сих пор бриллиант. И вот тогда вот просто захотелось доказать, доказать директорам, доказать прежде всего, конечно, себе, что не важно, что происходит в мире, главное, что есть ты со своими целями, желаниями. И если ты связал свою жизнь с компанией Фабрлик и хочешь быть успешным, главное, не останавливайтесь. А в это время компания Фабрлик делает все, чтобы сохранить ассортимент. Да блин, если компания не дает акции, возьми и сам сделай, дай их команду. И оттого, что я разозлилась, у меня такая энергия в тот момент пошла. И я решила, я не буду больше тянуть тех, кто не хочет идти со мной дальше, развиваться и расти. Я буду работать с теми, кто хочет быть успешными. Нашла новых новичков и начала их растить. А я вернулась с тренинга и со всем другими глазами посмотрела на своих девчонок. Они у меня такие классные. Ну и мне правда появилось ощущение, как будто я их совсем не знаю. Мне захотелось заново с ними знакомиться. Мне захотелось быть к ним ближе. Захотелось говорить не только на тему бизнеса, а по жизни. Я решила в тот момент, что нужно что-то запустить такое общее, что будет нас сближать. И я решила возобновить в нашей структуре структурное собрание. Да-да, обычное структурное собрание, которое мы решили проводить один раз в каталог. Эти структурные собрания проводила один год. Через полгода нам не хватало уже мест в офисе, потому что лидеры, мои девчонки, одна с другой закрывали новый статус директора. И потому что через год наша команда подтвердила статус рубиновая команда. Начала растить новичков и вырастила. По итогам седьмого каталога этого года я подтвердила новое звание элитный директор. Вы знаете, я об этом пишу в чате в мае месяце, что я элитный директор. Я знаю, что многие директора просто были в шоке, они не ожидали такого результата. Но тогда я им сказала, дорогие мои партнеры, у меня сейчас много энергии, много сил, новая волна, у меня столько сейчас вдохновения. Давайте, присоединяйтесь, если вы действительно хотите дальше расти, у вас есть цели, присоединяйтесь, теперь будем вместе с вами работать на ваш результат и на успех. За тот год, проведенный год обок со своими лидерами, я поняла, как же важно в нашем бизнесе вот этот командный дух, насколько важны традиции в нашем бизнесе. Традиция это то, что сближает, склеивает, что дает уверенность, что помогает расти. И вы понимаете, именно тогда, 8 лет назад зародились традиции нашей структуры. Структурное собрание каждый директор проводит у себя, но у нас есть общая традиция. Первая традиция Новый год. Одеваем красивое платье, идем в ресторан, и если первый раз нас собралось всего 8 человек, то уже через 4 года нас было 60 на корпорате. Вторая традиция 8 марта. На 8 марта загородный дом, бар, сауна, и мы идем тусить, развлекаться все вместе. И это мы ездим на природу. А сейчас у нас новая традиция. По понедельникам в 9 часов утра мы встречаемся в ЗУ за чашечкой кофе и обсуждаем фокус недели. Вот так с традициями растет наша команда. Уже закрыто 11 директорских званий, и полтора года назад наша структура подтвердила звание Бриллиантовая команда. А для меня такой большой урок. Не жди, не ожидай, не надейся ни на кого. Действуй прежде всего сама. Большая ошибка многих лидеров. Мы растим директоров лидеров, а потом начинаем надеяться. От этого, кстати, зависаем сами. От этого нет роста. А нужно постоянно расти самому, постоянно действовать и вести за собой тех, кто хочет расти вместе с вами. Помогая другим, мы помогаем себе. И это 100% про наш бизнес. Сегодня, оглядываясь назад, я хочу сказать, что я благодарна за все. За взлеты, за падения, за ошибки, за уроки и осознания. Все мы с вами, все приходим в этот бизнес для того, чтобы заработать, для того, чтобы закрыть свои базовые потребности. И это нормально. И у многих это получается. Ведь для того, чтобы стать директором или старшим директором, для этого достаточно просто иметь одну жгучую цель, жгучее желание, такое, которое было во мне. Потому что вот эта вера, вот эта мечта, это наш фундамент, это то, с чего все начинается, это внутреннее отопление, это крылья, это сила, без которой невозможно ничего изменить. Но что дальше? Закрыли потребности, дальше что? Дальнейший рост возможен только тогда, когда приходит осознание, что наш бизнес это гораздо больше, чем теплый туалет, ванная комната, крыша над головой. Стоит только на сто процентов начать отдавать себя людям, как незаметно закрываются новые статусы, закрываются все потребности, которые у вас появляются. Вы знаете, сегодня я могу с уверенностью сказать, это я говорю всегда и везде. Наш бизнес это бизнес для взрослых. И для взрослых это не для тех, у кого есть паспорт, а для тех, кто умеет брать ответственность на себя, кто умеет не жаловаться, кто умеет не искать виноватых, кто умеет извлекать уроки. И это бизнес для тех, кто умеет верить и никогда, никогда не сдаваться. АПЛОДИСМЕНТЫ